Основные параметры бюджета корректировки не подлежат. Финансовая ситуация в регионе под строгим контролем главы области. Сергей Ястребов сегодня дал понять, спрос за исполнение бюджета будет строгим со всех подразделений областной власти. Запланированные доходы – 51 миллиард рублей, 53 миллиарда расходов. Эти цифры незыблемы. Никаких изменений по основным параметрам не будет. То есть 51, 53 и, соответственно, 5% они остаются. Дальше новаться жизнь покажет. Мы держим. Поэтому я прошу вас понимать жесткое отношение к вам департамента финансов по поводу кредитов и других вольностей, которые называются просто на родине целевой используя бюджетные средства. Продолжена работа по сокращению государственного и муниципального долга в регионе. На бюджетные кредиты смогут рассчитывать только те муниципальные образования, кто держит финансовый план. Помимо бюджетной темы, на правительстве сегодня говорили о стимулировании жилищного строительства. Действует целевая программа – финансирование 3 миллиарда рублей. Отдельная работа – расселение ветхого и аварийного жилья. Уже построено 9,5 тысяч квадратных метров. Регион участвует и в федеральных проектах. Это жилье для российской семьи, где стоимость квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей в отношении тех застройщиков, которые прошли конкурсный отбор земельных участков, проектов. По программе на такие условия приобретения жилья могут рассчитывать 2400 семей. Между тем, 400 тысяч квадратных метров жилья сдали в Ярославской области с января по август текущего года. Результаты превосходят даже показатели прошлого года, который и так был рекордным. Тогда застройщики перевыполнили план на 25%. Планка этого года – 700 тысяч квадратных метров. Андрей Децель, Денис Ромашов. День в событиях.